Конечная площадь свободы. Один за другим подходят гремящие на рельсах вагоны и внезапно появляется другой необычный, похожий на праздничную открытку. Открытку, посвященную Великой Отечественной. Очень эстетично, очень красиво, очень патриотично. Люди фотографируются, смотрят на него. Я когда пришла, у меня даже настроение поднялось. Потому что оформление удивительное и расписано очень красиво. Видно, что это художник делал. Пять вагонов, пять картин, пять сюжетов. Все передвижные картины созданы в рамках фестиваля уличной живописи «Стрит-Ток». Этот вагон, например, можно увидеть на пятом маршруте. Иллюстрация к классическому фильму про войну. Они сражались за Родину. Теперь до 15 мая специальное жюри, куда войдут художники и дизайнеры из разных городов, будет выбирать лучшую работу. В первую очередь, в соответствии темы, композиция, рисунка, оригинальность исполнения. А вот популярного нынче народного голосования не будет. Решение доверили исключительно профессионалам. Зато победители получат солидные призы. 30 тысяч рублей за первое место, 15 за второе, 5 за третье. Сами вагоны, по словам организаторов, а это Краевой дворец молодежи Егор Электротранс, в такой раскраске будут ездить по городу порядка трех лет. Их планируют по необходимости подкрашивать и обновлять. В планах фестиваль сделать традиционным, ведь нераскрашенных трамваев и замечательных тем еще очень много. Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком.